Зарплата в конверте сегодня подарит бедную старость в будущем. Неформальная занятость распространена практически во всех отраслях экономики, но с ней можно бороться. Призвали к активности, городские власти обратились к жителям с просьбой проявить интерес к событиям, происходящим в Муравленко. Мы помним, мы гордимся. Муравленко присоединился к общероссийскому проекту «Лес Победы». На Ямале разработан комплексный план мероприятий по импортозамещению и определены приоритетные направления развития агропромышленного комплекса на 2015-2017 годы. Об этом заявил глава региона Дмитрий Кобылкин на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов в Уральском федеральном округе. В своем докладе временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что в связи со спецификой климата для обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения, арктический регион опирается на развитие традиционных отраслей – оленеводства и рыбодобычи. Помимо этого, достигнуты хорошие показатели в развитии нетипичных для региона отраслей, таких как растениеводство и тепличное хозяйство. В среднем объем региональных вложений в сельское хозяйство увеличивается на 9%. Кроме того, в нашем округе ведется активная работа по привлечению товаропроизводителей соседних регионов. Регулярно в городах проходят специализированные сельхозярмарки. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских привел участникам заседания Совета работу Ямальского правительства в пример. В целом, в регионах Уральского федерального округа ситуация с производством продуктов питания стабильна. Однако индекс аграрного производства агропромышленного комплекса Урала ниже общероссийского. Перед нами стоят задачи повысить уровень производства в отрасли, отметил полпредпрезидента. К другим темам. Скажи нет зарплате в конверте и несуществующим трудовым договорам. У каждого из нас есть возможность бороться с неформальной занятостью. Согласно статистике, так называемая серая схема трудовых отношений распространена практически во всех отраслях экономики. Но больше всего она процветает в частных коммерческих организациях со сравнительно небольшим размахом деятельности. Наш следующий сюжет о том, почему не стоит соглашаться на неформальную занятость. Рынок труда предлагает сегодня большое количество вакансий. И если человеку срочно нужна работа, он готов на многое. Добросовестные работодатели пользуются таким моментом, предложив соискателю серую схему трудовых отношений. Он возьмет вас на работу, но часть зарплаты будет выплачивать в конверте. А может и вовсе не заключить с вами трудовой договор. Согласившись, вы вступаете в неформальную занятость, которая, кстати, для работодателя может обернуться крупным штрафом и даже привлечением к уголовной ответственности. Работодатель в течение трех дней с момента фактического допуска работника к исполнению трудовой функции обязан заключить с ним трудовой договор. Если он этого не делает, то есть нарушает трудовую законность, то, соответственно, он может быть привлечен к административной ответственности в случае, если работник пожалуется, либо такой факт будет установлен контролирующими, либо надзорными органами. Но больше всего от неформальной занятости страдает сам работник. Во-первых, он полностью не защищен в своих взаимоотношениях с работодателем. К примеру, вам не заплатили зарплату. Без трудового договора будет сложно доказать, что именно вы выполняли ту или иную работу. Соответственно, можете запросто остаться без вознаграждения за свой труд. Кроме того, неформальная занятость полностью ограждает вас от оплаты работодателям ваших больничных листов, декрета и отпуска. Но и это еще не все. На эту заработную плату не начисляются страховые износы, не предоставляются сведения в пенсионный фонд о его занятости, то есть стаж и начисленный страховые износы, а также уплаченные страховые износы. Если он не наберет такой стаж, значит, ему будет назначено в будущем только социальная пенсия. Это самая минимальная пенсия. Но бороться с проявлением неформальной занятости возможно. Сознательные горожане сообщают о таких фактах. В прокуратуру с начала года поступило более 60 таких обращений. О случаях неформальной занятости можно сообщить и в Управлении социальной защиты населения. В ведомстве работает специальная горячая линия. Конечно, хотелось бы, чтобы граждане особое внимание на это обратили. Обращались на телефон горячей линии. Это 27773, добавочный номер 702. К нам в Управлении социальной защиты населения. Мы проконсультируем. Если это как-то желается быть анонимно, то есть анонимность мы гарантируем. Соглашаться на неформальную занятость или нет – решать самому человеку. Одно очевидно – плюсов никаких, одни минусы. Защищайте свой труд. Вы имеете полное право на это. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». «Муравленко-ТВ». Сейчас не только у ответственных структур, но и у активных гаражан. Программа праздничных мероприятий насыщена. Организаторы постарались учить интересы каждого возраста. В парке культуры и отдыха будет развлекательная программа. На стадионе – большой футбол. Порадует нас зрелищный парадельских колясок и фестиваль «Таежная симфония», на который, кстати, еще есть возможность заявиться. Хочется пригласить еще больших участников, трудовые коллективы, которые бы хотели проявить себя, показать себя в творчестве и объединиться тем самым, продемонстрировать свои творческие достижения и достижения в единении своего трудового коллектива, участвуя в фестивале «Таежная симфония». Тематика мероприятий будет посвящена Году литературы, Защитников Отечества и 70-летию Великой Победы. Насколько они будут масштабными и красочными, все зависит от активности самих муравленковцев. Городские власти призывают к сотрудничеству и совместной работе, ведь впереди не только День города. Впереди у нас, вы знаете, несколько хороших, замечательных, теплых событий. А я уверен в том, что каждый из вас, каждый из руководителей приводит соответствующие максимальные усилия к тому, чтобы эти события действительно получили яркий, эмоциональный, положительный окрас. Без нашей совместной работы, наверное, будет сложно достичь каких-то результатов. Сентябрь в Муравленко богат на события. 11 и 12 числа в честь погибших во время терактов в Беслане в городе состоится концерт памяти и первенство округа по самбо. Ну а 13 сентября нам всем стоит проявить свою гражданскую позицию, придя на выборы. Мы будем голосовать за депутатов городской думы, окружного парламента и Тюменской областной думы. Тем, кто не сможет 13 сентября по тем или иным причинам прийти на избирательные участки, есть возможность проголосовать досрочно со 2 по 12 сентября. Говорили на совещании об участии трудовых коллективов в спартакиадах трудящихся. Руководители учреждений и предприятия призвали укреплять традиции здорового спортивного соперничества и пополнять копилку побед своего предприятия. Все озвученные на совещании идеи присутствующие оценили по достоинству. Теперь главное не оставаться в стороне. Татьяна Белго, Светлана Грачева, Андрей Нагибин, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Как часто должны убирать в подъездах? И что делать, если магазин или организация, расположенные в вашем доме, подключились к общедомовым приборам учета? Эти и другие вопросы обсуждали на заседании школы грамотного потребителя. Напомню, в нашем городе она открылась на базе общественной приемной по вопросам ЖКХ. Проект призван повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья. Какие темы сегодня волнуют горожан, узнавала Эльвира Валя-Ахметова. За круглым столом эксперты и активные жители. Последних пока немного, зато наболевших вопросов достаточно. Тема ЖКХ актуальна как никогда. К примеру, горожане интересуются тем, как подключается к сетям многоквартирного дома та или иная организация. Парикмахерская, магазин, арендующие помещения в многоквартирном доме. Достаточно письма в ресурсоснажающую организацию с запросом. Как подключил. Да, как подключил. Потому что мы владеем всей ситуацией. Мы знаем информацию по границам раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по всем нашим потребителям. В режиме дискуссии активисты и эксперты обсуждают ответы детально. Пошаговая инструкция дается на каждый вопрос. В этом и суть реализации проекта «Школа грамотного потребителя». Иначе говоря, научить его самостоятельно решать проблемы, объяснить, какая инстанция занимается теми или иными вопросами. Не менее важна для населения и тема повышения тарифов за коммунальные услуги. С 1 июля сейчас повышаются всегда тарифы на коммунальные услуги. Для простого горожанина, обывателя, просто интересно, как оно все формируется, за счет чего увеличится постоянно вот эти вот тарифы. В структуре тарифа есть определенные статьи, которые ежегодно тоже индексируются. То есть это затраты, основные составляющие тарифа – это фонд оплаты труда персонала. Электроэнергия, опять же, у нас вышла в нерегулируемый сектор. И очень сложно, мы даже ежемесячно получаем платежи, и цена, она нестабильна. То есть если наши, скажем так, коммунальные услуги регулируются раз в год, то цена электроэнергии, цена может меняться каждый месяц. В этом году на Ямале тарифы для населения не повышались. И сдерживание роста цен за коммунальные услуги произошло за счет субсидий из окружного бюджета, объясняют специалисты. Очередной вопрос, который сейчас и наиболее волнует горожан – когда во все городские квартиры поступит тепло? Официальная дата начала отопительного сезона уже известна. С 1 сентября начнется развоздушивание систем в многоквартирных домах. Ресурсоснабжающая организация, согласно графика, подает ресурс, соответствующий температурному графику 38, 39, 40 градусов. Мы его с вами не почувствуем и начинаем бить тревогу. Нужно быть немножко терпеливей. Немножко терпеливей. Во-первых, пробовать нужно не температуру отопительного прибора, а температуру воздуха в помещении. Дельные советы и полезные рекомендации эксперты готовы дать каждому жителю города. Ни один вопрос не останется без внимания. Проект «Школа грамотного потребителя» реализуется в Муравленко недавно, поэтому ряды активистов только начали пополняться. В «Школу грамотного потребителя» мы приглашаем всех желающих жителей города. Им нужно позвонить по указанным телефонам, назвать свое имя, адрес и вопрос, и он будет приглашен на очередное заседание. Вопросы, которые запланированы на следующее заседание школы, это вопросы общедомовых нужд распределения, также вопросы благоустройства дворов, вопросы автостоянок для автомобилей, вопросы качества интернета в городе. Как отмечают эксперты, хорошее знание своих прав всегда приводит к нужному решению и даже позволяет избежать возможных проблем в будущем. Эльвира Валяхметова, Андрей Нагибин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Муравленко присоединился к общероссийскому проекту «Лес Победы». Он организован в честь защитников Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой войны. В ямальских городах и поселках в течение юбилейного года Победы планируется высадить более одной тысячи саженцев рябины, березы, ивы и черемухи. «Муравленко» первыми к проекту присоединились воспитанники лагеря «Непоседы». Вместе с вожатыми на территории детского сада они посадили саженцы березы, повязав на стволе каждого дерева георгиевскую ленту. Отмечу, что в акции приняли участие около 20 правнуков тех, кто подарил нам мирное небо над головой. «Ребята готовились к этой акции. Сегодня они рассказали о своих прадедушках и прабабушках, которые погибли на фронте или пришли живые, но ушли из жизни. И сегодня они с большим нетерпением ждали того момента, когда они смогут посадить эти деревья и повесить на них ленточки памяти». И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам самого доброго. Отличных выходных дней.